здравствуйте друзья с вами в моем компьютере и виртуальном и моем саду случилась невероятная вещь помните мои призывы и так нам нужно в стране 500 или 1000 мини плода питомников что такое мини плода питомник выросил тысячу даже непривитых продал деньги на косточки вернул а ничего еще пока нету деньги за косточки вернул получил некую прибыль или на развитие прибыль или на хлеб с маслом это уже детали вот значит призывы мои пока кончались ничем количество плода питомников которые ученики железо сотворили и получают прибыль получают доходы распространяют новое здание помните семью матвеев вспомните макарова вспомните мезиного но счет пока идет вы не на единицы но на десятки а нам нужно тысячу почему друзья нужно выдавить с рынка законодательно не получается почему дыр много вот дыр много и они спокойно торгуют даже после того когда их штрафует они продолжают торговать и при нанося миллиардный ущерб кому пенсионерам пенсионерам в основном вот это обидно мало нам проблем так нам еще надо чтобы дрова вместо саженцев продавали так вот после этой преамбулы другом в течение там одной-двух недель три человека обратилась имея ввиду создать с нуля и сразу плода питомники это значит амурская область это значит это это ульяновская область и иркутская область вот причем иркутская область это благороднейшее занятие это значит научить школьников и причем судя по заказу это должен быть такой садящий что все школу может быть им кормить и так после этой второй преамбулы вдохновившись я организовал обучение на бегу надо было быстро научить потому что уже март так сегодня 14 марта через месяц полтора где-то уже можно будет высаживать и получить отдачу это несколько месяцев давайте я построил так вначале вы видите фото галерея почему это фото галерея непроста вот эти все деревья мощные прекрасно с урожаем яблонь груш и абрикосов до 40 бедер подчеркиваю не все но рекорды колновидные яблони мировые рекорды вот плоды такие огромные что их нет никаких справочек и быть не может представляете что творится далее многие из вас это все видели но обычно ограничивается дачный участок я понимаю ой константинович нет меня три сотки у меня это мне жена пол сотки отдала я три дерева посажу больше не надо ладно тогда я решил так раз три чека вдруг настроились на крупные заказы дай-ка это все расшифрую вот поехали ну для начала я покажу современный питомник 2023 года вот видите обратите внимание растет растут абрикосы никому не мешает каждый из них продажа цена бывает разу даже питомники уже за 300 до 700 рублей ну тут есть нюансы градация ну даже не купить тысячу конца чек вырасти 900 саженца что будет довернуться деньги слегка и согласны начали соседям потом на соседнюю улицу а потом как у меня в лучшие годы ну тупик депрессивный регион это значит что на чех хочет но нет нечем платить вот мы все это вы поняли это питомник который плавно переходит куда маточный сад потому что вот видите не был продан вот это вот слива вот она не было продано вон она вон она груша судить и она уже позовусь и тогда его все это вы с вами проходили с него видите плавнощащие абрикосы а вот видите это же поверьте нет вот это личина как и выражает и тоже доход приносит кучки по 10 рублей эти парижки я кому вам продавал нет а вот это вот эти вот русский орех я продавал вам по 30 рублей и сегодня был заказ на очередные 5 штук хоть по малечку на расходятся вот и теперь мы не будем особо вникать а кстати вот сейчас покажу вот эту штуку вам смотрите последний вебинар но не могу я не отклоняться сторону последний вебинар помните ребенка сейчас некогда искать держит вот такой плод и семечка а моя-то привитая а у нее семечка они хуже а как бы не крупнее моего все это дальше не могу свой случай и так двадцать третий год двадцать второй год вот это рекорды вот это когда тысячи везер собрали а дальше не снизу что с ними делать так и остались то тысячи ветер я не привлечу в виде азбука за фотографию 150 базах трехлитровых набитых косточками этаж я их не на рынке покупал вот это видите давайте пока там где-то перфорат работает давайте просто полюбуемся господи не помешали бы это какой же год 21 и вы знаете почему-то каждый год урожай не поверить как бы железово это унижен раз железов фруктами не торгует на рынке значит у него планового сада нету а разоплачили вот а сколько сотен ведер вывезено покупателями саденцев которые говорят поймем бы еще бы ведерко так прошу прощения звонок сейчас я не не устанавливать а вы любуйтесь придется открыть непонятно кто звонил случайная или камней то помогать племянница так идем дальше полюбовались переходим делу не все-таки ко мне сейчас придется еще пара слов кто там так значит фасовка потому что начинаешь фасовки потому что во первых ко мне три крупных заказов мерещатся надеюсь будут сараз а мне слушает сейчас запись фильма идет раз вот и мне еще надо минут 15 фильмом заниматься найдешь работу все договорились так ну а я друзья продолжаю так сейчас я нахожу переписку переписку вот с этим товарищем сделаем и нейтрально то есть смотрите зачем это была частная переписка поэтому только мои ответы услышите узнаете что это европейская россия водить намного теплее чем меня узнаете что он сказал мне на 10-15 тысяч и произнес волшебное слово питомник то есть ходу потом мы начали расшифровать слова питомник а это означает почему питомник можно раз за разом и это учеба я уже сразу говорю что то что вы услышите это все злободневно пожалуйста я надеюсь что вы сейчас послушайте это только моё иначе это получится нечестно так я в тупике получается решать буду я я тогда хочу чтобы это было совместное решение давайте определяться да я бы очень хотел чтобы у вас стал лучшим верховский я уже был где вы сейчас погодите у меня тут несколько таких как вы ульяновский чтобы он был сразу лучшим ульяновский так вот для этого предпосылки все вот в вашем регионе никто мои персики вы даже не укрывает а вы будете чуть-чуть страховаться вот поэтому давайте по порядку начал я с персиков десяток кусочек это должно быть как если бы я сказал не будет не пришли вы должны тут же это самое начать ругаться обижаться как можно сад без персиков ладно 5 косточек вот тем более не по 100 рублей хорошо идем дальше ой проворонил мне нужно нажимать на следующую имея такой аппетит ограничиться только этими абрикосами и чуть-чуть груш тоже я считаю неправильно сделаем так я вам навязываю или предлагаю что это правильнее все-таки сотню косточек которые будут и подвоенными и если не приживутся на них прививки они так вам дадут прекрасный урожай прекрасные вкусные плоды это китайки китайки красно-желтые вот и китайки желтые ну а у них чуть другое название урожайки тех 50 тех 50 вот это должно быть ну как но обязательно вот но вы больше по порядку говорим значит вы можете сейчас написать на этот счет нет сливами заниматься не буду ведь эти послево которые я навязываю вы на них прийти потом такие сливы которых вот даже немыслим в вашем регионе вот так опять проворонил каждый раз экран темнеет секунда хотя бы 10 нет хотя бы по 20 косточек вишен и 20 косточек черешен ну как сам без этого ведь это будут вишни новое новое для вашего региона у вас вишни гниют дохнут портятся мы это нет вот этот еще момент хотя бы десяток вылочек вывешен почему нету когда они самые ранние овощи когда мы едем в сибири уже в июле идем видим гостями мы их не едим нет мы их живем выплюнутые косточки каждый это будущий питом питомники многие же поэтому пути пошли еле еле теперь они питомники водочных вишен которые так и называют водочные вишни железа яблони для меня это у вас не знаю надо ли вам этим заниматься допустим не надо груши вы сказали если я вас не перепутал с иркутянами то вы хотели все таки грушу посадить если ошибся извините вот вам надо для этого выписать у меня ну хотя бы полсотни семечек у синистской дикой груш они несъедобные но когда у нас есть вот привет и мои лучшую коллекцию по сладости в россии и одну из лучших в мире вот вы сразу выходите на новый ужин хотя бы десяток вылочек вывешен хотя быть абрикосы самое главное потому что это до сих пор тот же самый ну как как исчезавшие мамонты как эти самые исчезавшие саблезумные тигры это то чего вот поверьте скажем годом в россии абрикосовых деревьев становится меньше 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 давайте ломать эту титацию давайте так я не буду предлагать вам всех 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 я предлагаю так подводное это святое сыновья манджурского абрикоса так вот поскольку их у меня 5 разновидностей они могут давать плоды до 30 грамм вполне съедобные часть из них абсолютно вкусные пример этот самый директор мярского института челябинского университета воулин который теперь хвастается моими на всех конференциях правда забывая железо упомянуть вот и подчеркиваю не поливает не удобряет нить не подходят к ним урожаи сто раз больше чем у соседних этих соседних ученых сто раз больше дальше остановимся продолжаем так я здесь остановлюсь если сейчас перфоратор заработает будем считать что это первая серия почему потому что еще много есть о чем поговорить а я уже зарекался делать фильмы больше десяти минут уже 27 минут и говорят что железо пустослов много говорит вот ну все это поколение уже все вот она не настроена на панели о чем речь идет и кто меня критикует давайте так это будет первая серия давайте обзовем видео до конца посмотрим до конца посмотрим советую впереди во второй серии вот и наткнемся еще натуре серии на нежелание человека прививать и мы эту тему будем обговаривать я буду убеждать вот что пусть будет большой питомники будет будет все таки маточный сад с большим будущим вот посмотрите сюда ну что вы будете делать ведь это все они рисовал это вам не эти самые сайты с украденными вот они фотографии украдены а вы знаете что умудрились даже вот эту фотографию украсть с моей наглой рожей даже эту а ивано-франковской а панове вы же что сказали что этот абрикос вот этот и дядя вот этот он купил у них саженцы ивано-франковске и вспоминаем я показывал это в натуре ваш этот самый сайт на второй фотографии была елена лица на савинич тоже сибирячка красноярочка и тоже она у вас это мы из эти абрикосы якобы у вас купили саженцы вот так вот но это я просто не выдержал эффектная фотография ну чем не холодно на чужих сайтах вот вот эта фотография кого смущает клиника тоже мы через сайта а это трусили шорты сергея железа фирменная все равно это украли вот это украдено вот ну как украдено несколько десятков сайтов каждую фотографию пришел себе вот так вот вот это вот вот вы часто видите на чужих сайтах еще показать вот это вот ну и так далее и так далее ну что заканчиваем первую серию значит в ней будет фигурировать в названии еще не придумано слово питомник потому что эта тема нужны питомники нужно замену мошенник заменить мошенников не можем мы их с рынка убрать законодательно остается только и здесь наверное где-то дешевизной убирать или таким качеством плодов чтобы кто-то сказал лучше один марседес чем 10 запоросов или 100 этих самых или там 10 лат или 100 запоросов один мошенник лучше и тогда у вас будут вот эти чудеса ну что первая серия закончена и так три человека делают крупные заказы убеждая одного я хочу убедить еще ну хотя бы несколько десятков вот и иначе жизнь прожита зря мои любимые помните анекдот жизнь прожита зря воскликнула старушка посмотрел парадофильм вот для вас вот это есть если вот это все не окажется ваших садах моя жизнь прожита зря сейчас несколько садов пропадает когда хозяева отправились туда в рай работать в райский сад царство небесное а их сейчас пропадает их достижение достижение это наша действительность будем спасать а а а Продолжение следует...